Всем привет! Сегодня у нас будет недельное видео по коронницкам, скорее всего назовем его коронаразочарованиями. Особо таких новостей глобальных супер перемен у нас огромных нет. Расскажу то, что я анонсировала в прошлом видео, немножко разберем с прошлой недели, да, дам какие-то понятия. По поводу туристического сезона, девочки, мне даже писали письма на почту, в личку. Все, что я знала, все, что было сказано по телевизору, я в прошлом видео сказала. Все, что новое, появится какая-то либо информация, и обновлю все, что в своем видео сниму, вам расскажу отдельно. Писать мне каждый день письма, что там случилось новенького, что по поводу туристов, я не надо, короче, этого делать, потому что ничего не изменилось. Как появится что-то новое, я вам расскажу об этом видео. По поводу, откуда я беру информацию, это информация из новостей, из телевизора, то, что здесь говорят по телевизору. Я просто вам передаю это на русском языке, ни больше, ни меньше. Меня даже просили кинуть ссылки на турецком языке, откуда вы берете. Боже, загуглите, в конце концов, в Турке, корона хабер, что-нибудь такое, Турция, новости о короне. Просто вот это теги, слова ключевые, по которым вы найдете всю эту информацию. У нас есть сайт по коронавирусу официальный, где каждый день вот эта статистика, табло, фотографии идут, сколько новых заболевших, умерших, выздоровевших, сколько тестов сделали, сколько человек в тяжелом состоянии. То есть, эта статистика, это все официально в интернете, на сайтах официальных есть. И раз вам нужна эта информация, например, на турецком языке, я так полагаю, то это вам для жителей Турции, ну, для турков, да, что-то такая информация. Ну, блин, ну, я имею в виду, для своих мужчин вы узнавали или что-то такое. Ну, короче говоря, пусть они сами поищут, погуглят. По поводу, что у нас новенького за неделю произошло. Ну, у нас опять начинается Байрам. У нас 19-го вроде мая будет Байрам, он был бы выходной день, там, начало мировой войны, там, с Ататюрком связано, вообще такой политический Байрам. Потом у нас будет Байрам по поводу окончания поста Рамазана, тоже скоро уже, и когда, по сути, должен закончиться наш карантин. Так вот, у нас опять будут закрыты 4 дня, это суббота-воскресенье, когда вы смотрите это видео. И понедельник-вторник будут опять карантинные вот эти максимально закрытые дни, то есть никуда вообще выходить нельзя, ничего не работает. Опять же, вроде бы в понедельник и вторник магазины продуктовые все-таки откроют до 2 часов дня, ну, и на том спасибо, собственно. Знаете, у меня уже выработался рефлекс собаки Павловой, когда объявляют такие комендантские дни, надо купить продуктов, надо продумать, когда ты покупаешь продукты, а закончится ли это, когда будет карантинный вот такой день закрытый, то есть чтобы продуктов хватило. Раньше у меня таких мыслей, кстати, никогда не возникало до такой вот этой ситуации в мире. И ощущения, я скажу, не очень приятные, когда ты должен вперед вот это все продумывать, нет какого-то легкости, ты должен обременяться вот этими думками лишними, ну, короче, вы поняли, да, предугадывать ситуацию. Это немножко такое ощущение негативное какое-то не очень приятно оставляет. Ну, все же, вот как есть, так и живем. Далее, у нас, да, были открыты с понедельника 11 мая торговые центры, я этих людей честно не понимаю, потому что все ломанули в торговые центры, естественно, с 20 до 65 лет, кто, это возрастная группа, были очереди на входе в торговый центр. Самое, что странное для меня, я вот это не поняла, почему, кто знает или догадывается, напишите, девчонки, в комментариях, кто здесь в Турции живет, почему открыли не все торговые центры, какой был лимит по открытию или какие условия были, потому что кто-то говорит, что Эрдоган открыл свои только торговые центры, дал своим заработать. Другие говорят, что нет, это неправда, потому что некоторые торговые частные центры, частных владельцев, они тоже были открыты. То есть, ну, на самом деле, не все далеко, я про Стамбул, да, сейчас говорю, не про всю страну, в Стамбуле далеко не все торговые центры открылись в один момент. Возле нашего дома, который, он частный, он не открылся, некоторые частные, ну, каким-то ограничением по времени работали и так далее, они тоже открылись. Ну, короче, это не все, что было у нас в городе. Какие-то точечные в каких-то районах, может, по одному, в нашем районе вообще ни один не открылся, куда-то ехать надо, чтобы попасть в торговый центр, но я к тому, что все ломанулись. И, естественно, вот спустя 4-5 дней, 4-5 дней это вот этот инкубационный период, и более явно становятся симптомы, если кто-то тяжело переносит заболевание, естественно, у нас уже вчера ломанула вверх статистика, подпрыгнула на 500 человек в день больше зараженных новых стало, и статистика по смертям, она немножко, скажем так, заморозилась, подзамерла. Ну, я опять говорю, когда вы входит видео, эту статистику можете посмотреть в интернете, у меня уходит время на монтаж, на съемку и все прочее. Видео выходит не в тот день, когда я вам эту статистику объявляю, да, то есть информация немножко заопоздала, так что сильно критично к этому не относитесь. Так вот я к тому, а стоило ли оно того, бежать в эти торговые центры, чтобы потом, блин, многие позаражались, как бы. Ну, честно, просто условия для жизни нормальные, да, нет такого, чтобы нельзя было купить, ну, да, закончилась у кого-то одежда, обувь, или дети там подросли. В принципе, сейчас работают практически все сайты одежды, я одежду онлайн заказываю, я не еду там в торговый центр, хотя вот у меня, да, была возможность бы съездить уже с понедельника, я не ломанулась туда. Ну, просто зачем? И, естественно, власти, посмотрев на этот ажиотаж, активно это все пообмусолили, пообсуждали по телевизору в новостях, и когда уже через день открывали детей, детский день был выходить 13 мая, ввели уже другие правила, которые не были оглашены изначально, и для меня это было вообще, в принципе, новостью, что можно было везде с детьми, типа, выходить, а по факту очень было очень много, вот у меня, где я живу, скандалов, в магазины, ну, у нас, там, продуктовый, Мигрос, там, Бим, не знаю, Карфур и все прочие, бокалы, естественно, не частники, они сами решают, и вообще, хоть когда, мне кажется, с детьми заходи, хоть когда можно и нельзя, но сетевые магазины с детьми продуктовые не пускали, то есть, ну, учитывая, что дети в масках, в перчатках, детей, родители с детьми выгоняли, была куча скандалов, потому что этого в правилах не было прописано, я лично догадываюсь, моя мысль, что эти правила спустили сверху вниз, естественно, власти, после понедельника, когда открыли торговые центры, все ломанулись, вот этот ажиотаж был, чтобы вот этого не было детей, блин, это логичные меры, я не против этих мер, но просто, если вы заранее об этом не предупредили, как вы можете людей это потом по факту спрашивать, это доставило определенный дискомфорт, было очень много скандалов, руганий в магазинах, кто-то просто посылал на три буквы продавцов, и все равно проходило, в итоге, я думаю, к вечеру я уже там не ходила в магазины, но мне подружки рассказывали, кто был в магазинах в то время, к вечеру, что были скандалы, и все уже забили, и просто не слушали этих сотрудников, потому что, по сути, закона, такого не выходило, распоряжение власти напрямую к людям, обращение, ну, ладно, окей, я не услышала, ну, большинство людей тоже не услышали, может, оно где-то и было, но не могло быть так, что все массово этого не знали, так что, скоро могу добавить, что вот эти выходы, которые, как бы, вроде бы послабления, честно, ничего не поменяли, сейчас просто начали работать салоны красоты, и те, кто от 20 до 65 лет, им, конечно, удобно, у них все, по сути, работает, это открыто, можно днями пропадать в салонах красоты, если есть денежка, на их на себя тратить, чем-то заниматься, кто-то не работает, у кого есть на это время, салоны красоты, ну, скажу, не битком набиты, но там всегда кто-то, конечно, есть, посетители, ну, я рада, что люди зарабатывают денежку хоть какую-то сотрудники, и, ну, собственно, там плюсы какие-то, да, кто-то денежку заработает, я очень этому рада, так что, вот эти послабления на недельку, у людей, вот массово скажу, да, наши ожидания были гораздо больше, выше, позитивнее, по факту, что имеем, вот это вот с детьми, этот облом огромный, все просто, у людей накипает уже, мы все, родители, в том числе, устали от своих детей, от этого онлайн-образования, и, собственно, детей куда-то надевать, и хочется погулять уже, выйти по-нормальному, но, и многие сейчас здесь такие вот у людей разговоры о том, что мы, у нас статистика лучше, чем во многих странах европейских, здесь гораздо ситуация спокойнее, почему нас до конца не выпускают, а условия у нас жестче, чем в Европе, в той же Германии там уже вообще вернулись к нормальной практически обычной жизни, то есть, по сути, нам правительство особо, выплат, кстати, никаких, ничего, таких прям глобальных, я имею в виду, как в Европе, не было, больших, я имею в виду, выпало тысячи там долларов евро на человека, людям уже, простите, жрать нечего, но вот все еще мы вот ждем, что, короче, все уже негодуют, и я так скажу, по-сихологически могу сказать, что я оцениваю ситуацию, ну, не критическое еще, но это последняя уже капелька, вот просто вот планочку мы уже подбираем по терпению человечеству, скоро, блин, бомбанет, честно скажу, так что дальше окончание праздников в Байраме, никто дома точно уже сидеть, не будет, все уже будут наплевать, ну, это просто уже все, это пик, мы достигли психологического пика возмущения людей, всей этой ситуации экономической, и все, 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 все. От себя что хочу добавить? У меня, слава богу, спасибо, что прислушались те, кто считает, что там вирус это выдумка, или в России ухудшилась настолько ситуация в русскоговорящих странах, что мне это перестали писать периодически в комментариях, такие индивидуи редко находятся, но люди стали понимать, что это не шутки. Я вам что хочу сказать от себя лично, вот сейчас не про Турцию, а от себя, кто сейчас в России, в Белоруссии находится. Я даже вот, у меня есть подписчицы и подписчики из Новосибирска. Ребята, в Новосибирске я вам так скажу, будьте осторожны. У вас, скажем так, вы знаете, какая сейчас ситуация в стране, что на местах все сами решают, там, законы создают, кто должен что-то соблюдать, масочный режим или нет. Я вот чисто от себя скажу, пожалуйста, одевайте маски, по возможности перчатки либо санитайзером, обрабатывайте ваши руки в общественных местах. У нас очень занижена статистика, заболевших очень много. И самое, что страшно именно в сибирском регионе, в Новосибирске, это болезнь, ну и в принципе по России, у них хуже статистика у детей, чем это было в Европе. Больше детей болеют, больше процентов. И прислушайтесь хотя бы ко мне. Кто говорит, а у вас в семье что-то случилось, а где вот вообще пострадавший от этого вируса? В Новосибирске 16-й умерший человек от этого вируса, это подруга моей мамы. Это практически друг нашей семьи. Эта женщина узнала очень много лет. И она из семьи врачей. И даже они не могли, скажем так, уберечь маму. И она умерла скоропостижно, очень быстро она заболела, она не смогла выкарабкаться. Слава Богу, ее муж выздоровел, дочь врача-то переболела. Я так скажу, это не шутки, это все по-настоящему. Если вы до сих пор не верите, что есть пострадавшие, заболевшие, я вам тому вот живой пример. Погиб человек, друг нашей семьи, которого я знала лично. И если вы не верите, вот я вам доказательство. Это в Новосибирске. Но, к сожалению, у меня еще есть, к сожалению, у нас есть знакомые в семье, которые тоже, скажем так, скончались от коронавируса с подтвержденным тестом, но их в статистику умерших даже не внесли. Им написали в заключение другие заболевания, которые были сопутствующими. Там инфаркт и осложнения с легкими. Но они написали, что в статистике наши отчетные задения этих людей, скажем так, не было. Они так до сих пор не появились. Имейте это в виду. Просто я это для того говорю, чтобы вы, если мне доверяете, поняли, что ситуация не шутки. И даже в Новосибирске у вас эта болезнь есть. Это не кажется, ой, почти 2 миллиона человек в городе живет. Это не такая большая статистика, не так много людей болеет. Да, кажется так. Но если это коснется твоей семьи, то ты, блин, серьезно об этом задумаешься. Хоть нота, скажем так, и грустная, я хочу вас просто предупредить, чтобы вы, даже выходя из каких-то карантинных этих мер, даже здесь, в Турции, придерживались масочного решима и просто мыли руки, обрабатывали. Вот и все. Самое, что помогает, обрабатывать руки и держать дистанцию социальную. Чужими людьми, кого вы там не знаете. Не своими членами семьи. Вот и все. Больше особо ничего не надо делать. Вот. Потому что в Турции тоже у нас есть знакомые новые, у кого умирали родственники от короны. Скажем так, война это вообще не закончена. Это все еще продолжается. Хоть статистика, слава богу, падает. И это естественно, да, нормальный процент. Пока 80% населения в мире не переболеет этим, мирусом не начнет перерождаться и затухать. Это логично, но когда это касается тебя, это очень грустно и неприятно. Я просто хочу вас предупредить, чтобы вы были осторожны. И вашей семье это не коснулось. Вот и все. Эта ответственность просто лежит в какой-то степени на вас. Я вам хочу сказать, что знакомая, которой умерла мама, она взрослая женщина. Женщина, которая умерла, было там 65 лет. Вот ее дочь, я думаю, как бы это ни установлено, все. Она медицинский работник. Она заведующая больницы, главврач. И она принесла, скорее всего, домой это заболевание. И заболевали ее папа и мама. И вот мама не выжила. И вы поймите, как ей сейчас всю жизнь жить с вот этим чувством, грузом на душе своей. Она себя винит. Я хочу, чтобы вы не оказались просто на ее месте. Это морально тяжело. Конечно, потеря ужасна, но с этим жить потом, это не позавидующий человек. Мне очень жалко ее по-человечески. Так что сегодня на этом все. Если у вас есть какие-то вопросы по короне, пишите в комментариях. На следующей неделе, надеюсь, появляются какие-то новости. Я для вас сниму новое видео. Спасибо за ваше внимание. Скоро увидимся. Всем пока.